Всем привет! В этом году решила привить арбуз, огурец на лагинарию. Для начала попробую это сделать зимой. 28 января поставила на проращивание в гидрогеле 4 семечка арбуза СРД и 5 семян огурца балконные F1. Затем 30 января поставила на проращивание в гидрогеле лагинарию 10 штук. 31 января 5 семян огурцов проклюнулись и посажены в землю. Арбузы не проклюнулись вообще. Лагинария проклюнулась 2 февраля и тоже посеяна в землю. Прививка была сделана 10 февраля. Лезвием был срезан семидольный лист на подвое. Срез косой, не более 1 см, не сквозной. Затем был такой же косой срез, не более 1 см, сделан на привое. Затем плотно соединив срезы привой и подвой, зафиксировали клипсом. На этом фото прививки уже 4 дня. А это фото огурца, не привитый, оставлен для сравнения и имеет 1 настоящий лист. На видео прививки уже 9 дней и уже по 3 настоящих листа. Это лист лагинарии. Это растение было посеяно намного позже, чтобы сравнить с огурцом по размерам. Это будут 2 растения, уже контрольные, которые имеют по 3 настоящих листа. А это огурец с одним настоящим листом и второй маленький. Рассада выращивается при температуре плюс 14, плюс 15 градусов. 19 февраля произошу перевалку растений в больший объем земли. На одно растение должно приходиться не менее 3 литров почвосмеси. Почвосмеси я заготавливаю свою. Аккуратно обминаем горшок, чтобы не повредить корневую систему. На видео видно, какая хорошая корневая система у привитого растения. Теперь посмотрим корневую систему у непривитого огурца. Тоже аккуратно обминаем горшок, чтобы не повредить корневую систему. И аккуратно вытаскиваем ком земли. И здесь очень хорошо видно, какая корневая система у огурца. На сравнении очень хорошо видно, какая большая разница в корневой системе. Аккуратно берем растения. Я растения не заглубляю и сажаю так, как оно росло в маленьком горшочке. Делаем небольшую ямку, кладем горсть биогумуса и засыпаем землей, не заглубляя растения. И аккуратно обминаем возле корней. И сверху засыпаем еще земли. Так же поступаем со всеми остальными растениями. Привитые овощные культуры, в частности огурец, более устойчивы к патогенным микроорганизмам и неблагоприятным условиям выращивания. Корневая система подвоев, а именно тыквы лагинарии, более сильная, проникающая на большую глубину. Следовательно, привитые растения развиваются быстрее, раньше начинают плодоносить, урожайность их повышается и временное пересушивание почвы на них практически не оказывает влияния, в отличие от корней собственных. В почве теплиц нередко накапливаются возбудители различных болезней, а заменить полностью грунт не всегда просто. В таких случаях привитые на устойчивые подвои культуры хороший выход. Есть даже данные, что паутинный клещ меньше вредит привитым растениям. В результате прививки значительно снижается потребление химических препаратов, то есть выращиваемые овощи Вами получатся экологически более чистыми. Да, еще мной не было сказано, что после прививки растение нужно будет накрыть стеклянной банкой или пластиковой бутылкой и только на 6 дней можно начинать проветривать. Также нужно четко наблюдать за ростом и развитие растения и уже примерно на 10 день снять клипсу. Дальнейший уход, как и за всеми остальными саженцами. Поливать нужно теплой водой, умеренно, по мере высыхания почвы. И обязательно нужно сделать дренажное отверстие в емкости. Старайтесь поливать подальше от стебля. Через неделю я сделаю первую корневую подкормку биологическим препаратом. Один колпачок на 1 литр воды. Затем еще через 10 дней подкормка по листу гуматом калия 30 мл на 1 литр воды. А затем подкормка по инструкции. И уже в апреле я буду прививать арбузы, огурцы и дыни на лагинарию. Я надеюсь, что смогла подробно описать процесс прививки огурца на тыкву. Экспериментируйте! Возможно, вам удастся получить супер урожай огурцов на тыквенном подвое. Всем пока!